Добрый день, меня зовут Артём и я хочу с вами поговорить о культуре, о культуре в Украине и о том, что такое культура с точки зрения социологии. Я увлекаюсь социологией и культурой лет с 13. У меня есть статьи на эту тему и очень часто я дискутирую с художниками в социальных сетях и хочу сейчас снять короткое видео, рассказать об этом, чтобы охватить большее количество людей и возможно обсудить эту проблему. Для обсуждения, что такое культура, я хотел бы начать с понимания того, что есть человек. Человек это не индивид и не социальная единица, это всегда часть общества. Так же самое, как в нашем организме клетки составляют ткани, ткани составляют органы и всё вместе это организм, так и человек это часть популяции, которая занимает некое пространство в мире, осваивает его, пользуется продуктами этого пространства. Чем успешнее популяция, тем она жизнеспособнее, тем она более длительное время существует, выживает, подчиняет себе большее пространство, подчиняет себе другие популяции. В чём же сила такой популяции, сила индивида как части этой популяции? Сила это в идеологии существования этой популяции, самой идее, зачем этот человек, как он существует с другими людьми, какие задачи они выполняют при своей жизни, при своей жизнедеятельности. Например, если есть какие-то индивиды, которые в пещерном веке собирают груши, и эти груши закончились, эти индивиды умирают, но если эти индивиды имеют такую идеологию, которая гибкая, которая позволяет им объединиться вместе, они могут уже убить мамонта, они могут пережить зиму. Если у этих людей идеология включает поиск нового, независимость от догм каких-то, от консервативных каких-то взглядов, они могут разрабатывать новые орудия труда, могут жить в новых условиях жизни. Таким образом, суть популяции это её идеология. Как эта идеология передаётся? Если среди 100 человек есть 10 наиболее успешных, то остальные 90 видят успех этой группы и пытаются перенять их поведение. Вот каналы коммуникации между успешной группой и между группами в целом, это и есть культура. Как в человеческом организме есть нервная система, по которой передаются сигналы. Так же самое есть и некое подобие этой системы в человеческой популяции. Как и в человеческом организме, каждый сигнал это некий пакет информации. Так же и в популяции, в культурных этих каналах, есть некие пакеты информации, сжатые, закодированные, которые передают очень много информации. Вот каждое произведение искусства, каждая телепередача, каждая даже одежда или стиль жизни, это есть уже элемент культуры, пакет информации, который распространяется по обществу. Если этот пакет информации важный, правильный, эффективный, то его с радостью воспринимают другие люди. И таким образом культура распространяется. Как и в нервной системе человека есть нервные клетки, некие узлы нервные, так и в человеческой популяции есть наиболее успешные люди, которые являются узлами коммуникации. Вот издавна те люди, которые владели ремеслом передачи пакетовой информации, ремесленники, например, художники, поэты, какие-то драматурги, певцы, они являлись и узлами передачи такой информации, потому что они умели ее передавать. Сегодня с развитием электронных коммуникаций появилось новое понятие, как лидер мнения. Лидер мнения может не уметь составлять эту информацию, но он может ее агрегировать, собирать, каким-то образом перерабатывать и транслировать дальше. Вот лидер мнения – это уже официальный термин в социальных сетях. Социальные сети – это в целом очень важное понятие, которое имеет очень сильную функцию популяции. Популяция неоднородна, у каждого есть свои какие-то роли, как вот в человеческом организме, есть отдельно, скажем, ноги, кожа, легкие, печень, которые занимаются своими функциями, без которых общий организм не способен. Также и в популяции есть охотники, есть матери, есть люди, которые поэты. У каждого есть своя роль. Более того, каждый из нас внешне похож друг на друга, как говорят маркетологи, отличие 1-2% между поведением всех людей в популяции. Но каждый при этом имеет свои характерные признаки. Совокупность этих признаков называют стратой. А разделение общества на эти группы – стратификация. Так вот, социальные сети позволяют очень качественно стратифицировать популяцию, разделить ее на спортсменов, художников в стиле и абстракциях, художников-пейзажистов, пейзажистов-фавистов и так далее. Вот, социальная сеть позволяет нам найти очень близких и понятных друг другу людей и передать между нами культурные какие-то каналы, культурную информацию. Итак, мы поговорили о том, что такое культура, как она работает по популяции. И сейчас я хочу поговорить о проблеме, почему, собственно, мы снимаем это видео. Потому что на текущий момент, на мой взгляд, культура и каналы распространения культуры в Украине запаздывают от мировых аналогов и в целом запаздывают от новой цифровой эпохи, когда уже все общество стратифицировано и когда уже не просто нужно распространять как бы массово какую-то информацию, а эта информация уже может учитывать интересы потребителей. Это уже очень сильная двусторонняя связь. То есть потребитель всегда реагирует на получаемую информацию. Если она ему не нравится, он просто не покупает. Эта информация затухает. Какой бы она мастерски исполненной не была и так далее, она просто не будет дальше распространяться, не будет иметь успеха. Вот, например, рынок живописи в Италии, Америке, Голландии, он развит уже сотни лет. Еще когда Голландия начинала процветать, благодаря торговле с колониями, считалось, что если у человека не покупает ежегодно домой одну картину, то этот человек не успешен. Это было мерило успеха, просто того, что он как бы в потоке общества. В Италии то же самое, там десятки картин висят просто в жилье обычных людей. В Украине такого нету. Почему нет? Потому что у нас был Советский Союз, где были свои каналы распространения информации, и индивидуально человек не работал. Сейчас уже лет 20, такая возможность есть. Но люди, потребители, неохотно идут на приобретение каких-то предметов искусства. Они им не нужны. Почему же они им не нужны? Могут ли они отличаться от итальянцев или голландцев? На мой взгляд, все и маркетологов, все люди похожи. И такая потребность у украинцев есть. Почему же они не покупают предметы искусства? Они не покупают их потому, что та информация, транслируемая деятелями искусства, не соответствует времени, не соответствует потребности человека. Хочу рассказать о таких древних исторических символах, которые идут сквозь всю эпоху человека и занимают важное место вообще как в культуре, как необходимости культуры. Например, понятие «герой нашего времени». Если какой-то вождь в древние времена, сильный, успешный, который убивает много зверей, приносит домой добычу, он уже своим существованием, его существование – это уже акт искусства, культурный код. Другие люди видят это. Они тоже учатся работать с копьем, тренироваться, лучше охотиться. Если в средние века, в века силового взаимодействия людей нужны были такие люди, то полно эпоса «Ричард Львиное Сердце». Это уже обывателю понятно, каким он должен быть, чтобы быть успешным в жизни. Он должен быть сильным, смелым, с мечом, физически развитым. Когда уже общество и технологии позволили человеку выживать не физически, а выживать путем социального взаимодействия, каких-то договоренностей. Вот возникла школа немецкой философии. Ницше начал рассказывать о суперчеловеке, об успешном, который знает и так далее. Когда появились работы художников о женщинах, началось обозначаться место женщины, не просто как спутницы мужчины, а уже как самостоятельные единицы. В дальнейшем, когда технологии, жизненный уклад стали дальше эволюционировать, меняться, герои нашего времени тоже изменились. Уже появился там Элвис Пресли, футболист какой-то появился. Вот сняли фильм «Волк с Уолл-стрит». Герои нашего времени передаются в этих сюжетах, в этих рассказах. И в Украине сейчас, например, нет темы героя нашего времени. Никто не изображает. А тема эта всегда жизненно необходима. Это одно из базовых потребностей человека в идеологии, в культуре. Тот, кто качественно изобразит героя нашего времени, будет очень активно продаваться и вообще сделает рынок и некую там, скажем, школу живописи. Потом, кроме героя нашего времени, есть разные сюжеты. Они в основном упомянуты в Библии, как в древней книге там, или в каких-то еще даже добиблейских, мифических каких-то сказаниях. Как вот «Герой нашего времени» — это вот Геракл, да? А образ женщины — это Дева Мария или там Европа. Вот в античные времена ее похищали, а в средневековые времена она должна быть целомудренной. Какой она должна быть сейчас, например, изображают там... Американцы изобразили в 50-х годах на плакате «Викендует». То есть это женщина самостоятельная единица. Вот с этого уже идет там феминизм. И таких моментов очень много. Например, есть еще символ-стереотип Вавилонской башни. Вавилонская башня — это некий символ стремления человека, его идей, целей и смысла его жизни. В разные времена Вавилонскую башню изображали соответственно тому времени. Если это, например, период процветания Голландской республики, то эта башня выполнена из богатых материалов. Она с видом на порт, в котором стоят корабли, груженные товарами. Люди красиво одеты, все спокойно, размеренно, везде математика. Если это какие-то тяжелые времена, как, например, польские авторы изображали Вавилонскую башню во времена Первой мировой войны. Это черно-белая башня, и там люди страдают наподобие концлагерей, там страдания изображены. Если это, например, Вавилонская башня украинских или российских авторов 1990-х или 2000-х годов, то там достаточно много некого отчаянно, потерянности. На этой Вавилонской башне изображено, что у людей нет точки опоры, нет их героя нашего времени. И любые произведения искусства, которые изображают героя нашего времени, например, фильмы «Брат и брат-2», они очень популярны стали именно из-за того, что это точка опоры. Четко изображен человек, которым ты должен быть, чтобы быть успешным. Соответственно, задачи культуры, как некого централизованного потока, который управляется лидерами мнений, теми художниками, которые уже сейчас находятся на рынке, которые опытные, которые практически владеют мастерством создания произведений искусства, они должны, кому должны? Прежде всего, себе должны, чтобы лучше продаваться. Должны изображать символы, понятные и близкие каждому обывателю, которые нужны этому обывателю, как точка опоры для понимания идеологии, как им выживать, объединяться и жить дальше. Это не просто так, картинки, пейзажи или натюрморт, это тоже очень хорошо, но должны быть более серьезные события, изображенные на этих работах. Спасибо!